Мы с вами последний раз виделись в больнице. После этого мы приехали сюда с врачами, мы ставили капельницу. Я вам расскажу то, что я видела. В какой-то момент начали стучать в дверь, потом ее начали выламывать. Потом, по-моему, выломали ручку и начали заходить в дом. Вся эта большая компания представителей СБУ в масках, генпрокуратуры, зашли в дом. Ну, поскольку я точно так же, как и вы, пытаюсь все зафиксировать и снимать, я это пыталась сделать. У меня забрали телефон, то, что я там не снимала. В общем, потом они поднялись наверх, где Корбан лежал на диване, и ему ставили капельницу. Они подошли к нему, начали засчитывать постановления о том, что они забирают его на принудительную судебную медэкспертизу в Киев. Куда? И я не поняла. То есть я не услышала. Началась перепалка, Корбан начал требовать присутствия адвокатов. В итоге, несмотря на все призывы окружающих, его достаточно быстро подняли с дивана, вытащили эту капельницу из него, и он начал собираться. То есть они попросили его собраться, и он упирался, они принудительную его там подняли с этого дивана, и он начал одеваться, в общем, он оделся. И они фактически там полусилками, он упирался, ну, как бы, нельзя сказать, что они его вывезли, но вывели его. Собственно, дальше его все видели. Устала был обыск. Обыск у меня не допустили, меня отстранили. Обыск в присутствии двух понятых, большого количества людей. Ребята в форме с автоматами стояли внизу, часть поднимались, так как поднялись наверх. Собственно, вот и все. То, что было. Кто поняты, неизвестны, потому что они привезли с собой. Да, их привезли с собой. Поняты, неизвестны, мне не дали возможно задать ни один вопрос. Следователь со мной вообще не вступал ни в какой контакт. Причем, что у нас была очень смешная перепалка. Я ему объясняю, что я журналист, я веду свою работу, мне нужно фиксировать, мне нужно точно так же, как они ведут свою работу, задавать им какие-то вопросы. И вообще, я точно так же на работе, как и они. Нет, все, меня отстранили. Никакой фотовидосъемки. Они не разрешали поговорить по телефону никому из присутствующих. Вели себя не очень хорошо. Дома остались дети. Вот, они все это делали при детях. Корбан дали ему возможность попрощаться с сыновьями. Это была трогательная картина. Вот, собственно, все. Может, вопросы какие-то? То есть никаких объяснений вообще нет? Они, насколько я понимаю... Значит, смотрите, сегодня утром Корбан явился, я тоже была в этой ситуации, он явился на... Точнее, не так, значит, вчера он явился на судебную медэкспертизу, которую ему вручили, там была повестка о том, что ему нужно явиться. Он явился. Там ему вручили новую повестку о том, что... Да, в кардиоцентре. Да, в кардиоцентре. О том, что ему нужно явиться не туда, а уже в Киев. Сегодня они говорили о том, что они вручили ему новую повестку, или я не знаю процессами статус этого документа, потому что я его не видела. Это новый документ, который обязывает его явиться на вот ту самую, на это самое медицинское свидетельство в Киев, которое они пытались ему вручить в Днепропетровской больнице, куда он явился. То есть я так и не понимаю, по какой причине они его забрали. Вот. Ну вот, собственно, всё. Они что-то изъяли сейчас? Да, они вынесли какое-то количество вещей в пакете. Я так подошла, пощупала, говорю, это картина, что ли? Они говорят, нет, не картина. Какой-то хлам. Они так в пакет все запаковали и вынесли с собой. Вот. Ну, в общем, вот так. Ну, такое напряжённая ситуация. Я первый раз, честно говоря, при такой истории. Не очень оно всё. Эмоционально очень неприятно. Просто особенно неприятно, потому что это происходит при детях. И они достаточно маленькие дети. Они всё это наблюдают. И они на них все осмотрятся вообще. То есть как отца забирают, вяжут, вырывают из него эту капельницу, поднимают его. Причём, что Курбан реально себя не очень хорошо чувствует. Детики вам? Дети сейчас с родственником Курбана. Ну, там няня есть. А вы его помощница? Нет, я журналист. А как вы справились на это? Светлана Крюкова журналист. Я пишу книгу о Курбане. Я делаю это уже 4 месяца. И я просто каждый раз присутствую здесь, когда происходит какое-то вот такое событие. Я просто всё время как бы в процессе. Поэтому я вот, ну, я наблюдаю за тем, что происходит. То есть для меня это журналистская история. Ну, а они же и вас приозносили слова, там, Киев... Да, да. Насколько я понимаю, его повезли в Киев. Он сейчас, по идее, по дороге в Киев. Вы с ним есть медики? Я не видела, ребят. Но дело в том, что я находилась внутри, меня же не выпустили. То есть вы, по идее, должны были видеть, куда его посадили. Насколько я понимаю, в скорую, да? Адвокатов с ним не было. Кстати, вот, насколько я понимаю, опять же, без адвокатов они не должны были. А медики были с ним в квартире, да, когда? Да, то есть в квартире находились медики. Причём, ну, это было плановое обследование, потому что он проходит... Он сейчас, ну, у него как бы пульс лечения. То есть ему там два раза в день ставят эту капельницу. И как раз вот они были у него, они ставили ему капельницу. Он там... Ну, это процедура, которая длится два часа. Вот. Они как раз приехали в тот момент, когда он там, ну, сиделось... Лежал на диване, у него этот катетер был в руке. Их выдали медики? Они их просто отодвинули вот так вот, отстранили, выдернули вообще ему... Ну, как бы начали ему выдёргивать этот катетер или шнур. Ну, то есть, я не знаю, так делают вообще? Наверное, не сделали. Я просто первый раз такое уже. Вот такая история. Окей, спасибо. Жень, а можно операнам посмотреть, чтобы поломали?